Продолжаем эфир на региональном телеканале «Репортер 73». Сегодня в студии губернатор Ульяновской области Алексей Русских. Алексей Юрьевич, говорим о том, что середина лета – жаркая пора. Мы поговорили с вами о ремонте дорог, поговорили с вами о том, как мы готовимся к зиме. Ну и жаркая пора для села. Есть цифра, что в России в этом году уже намолочено вдвое больше зерновых, чем в прошлом году. Вот на сегодня свыше 50 миллионов тонн. В прошлом году в это время было только 25 миллионов тонн. Наши ульяновские аграрии тоже готовы бить рекорды? Какие цифры? Ульяновские сельхозпроизводители уже 5 июля вышли на уборочные работы. Для примера хочу сказать, что в прошлом году это были 20 числа июля. Поэтому, в общем-то, и на эту дату и больше и намолочено. И в целом постояннее у нас в Ульяновской области. Мы ожидали, что такой обильной снежной зимы урожайность будет выше, чем в прошлом году. Но заморозки, которые случились у нас в мае месяце и в дальнейшем засуха, особенно в южных районах Ульяновской области, она, конечно, скажется на результатах в плане урожайности не лучшим образом. Мы планируем в целом по этому году выйти на урожайность в среднем 32, 33, может быть 31 центнеров с гектарой. Это в среднем по региону. И в таких условиях это очень даже неплохое. Я считаю, что это хороший результат. И в целом по тем темпам, как мы сейчас идем, по уборочной кампании, мы выходим где-то в целом на урожай 1 миллион 600, может быть 1 миллион 650 тысяч тонн по зерновым. В данных условиях это, я считаю, очень хороший результат. Почему нам удалось этого достичь? Мы за 5 месяцев, первые 5 месяцев этого года, когда шла подготовка непосредственно к пассивной кампании, к уборочной, выделили более 2 миллиардов рублей для наших сельхозпроизводителей, что на 600 миллионов рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года. И все сельхозпроизводители, они не испытывали недостаток в средствах на приобретение ГСМ, на ремонт техники. Причем-то все были наилучшим образом подготовлены. Но погодные условия, конечно, они скажутся на результате, урожайность будет ниже, чем в прошлом году. Но продовольственная безопасность на 100% у нас будет обеспечена с учетом того, что мы производим сельхозпродукции в 2-3 раза больше, чем необходимо для внутреннего потребления. Поэтому в этой части гулянуться абсолютно не стоит. А с учетом того, что цены на зерно, на муку, они процентов на 60-70 выше, чем в аналогичный период прошлого года, я уверен, что наши сельхозпроизводители получат хорошую прибыль, что даст возможность наилучшим образом подготовиться к следующему сезону. Ну, нас смотрят зрители всей Ульяновской области, и поэтому очень важно, чтобы губернатор назвал районы лидеры или предприятия лидера, потому что таковые есть в нескольких районах региона. У нас в лидерах Цельнинский район, Чердоклинский район, Меликевский район, Николаевский район, Радищевский район и Корсун. Вот эти районы, в которых работают крупные и крепкие сельхозпредприятия, они всегда показывают достойный результат, и этот год не исключение. Ну, хорошо, ждем дальнейших рекордов. И сейчас хочу сказать еще одну важную цифру. Больше четверти россиян сообщили, что огород, сад, огород для них является важным источником продуктов питания. И в Ульяновской области чуть ли не полмиллиона таких садоводов. Но это огромная такая армия, которая, собственно говоря, занимается обеспечением продбезопасности собственной. И в условиях, когда там с инфляцией мы боремся, это очень важно. Но я знаю, что и регион очень сильно и хорошо материально и социально поддерживает садоводов. Да, у нас около 300 садоводческих товариществ в целом по региону. И действительно, около 500 тысяч жителей, ульяновцев, они так или иначе вовлечены в садоводство. По итогам 2023 года было садоводами собрано 37 тысяч тонн продукции. Это и овощная продукция, это и картофель, это и капуста, это и плодово-ягодная продукция. И садоводы вносят, я считаю, очень такой мощный и объемный вклад в обеспечение продовольственной безопасности. А с учетом того, что их продукция, она еще и обладает максимальным качеством, то это очень большой и серьезный вклад и в целом в экономику региона, и опять же в обеспечение продовольственной безопасности. Поэтому поддержки садоводов, конечно, мы уделяли, уделяем и будем уделять самое большое и пристальное внимание. Ежегодно я по нескольку раз встречаюсь с садоводами, мы обсуждаем проблемы, на что следует обратить внимание, где оказать поддержку. Ну, прежде всего, это, конечно, вопросы транспорта. Это обеспечение подъездных дорог качественных. Это и компенсация части затрат садоводов на подведение сетей. Ежегодно мы увеличиваем сумму на поддержку с 10 миллионов до 15, и в этом году 18 миллионов выделили. На ремонт автомобильных дорог с твердым покрытием организации подъездных путей до садоводческого товарищества уже третий год подряд выделяем по 10 миллионов рублей. И я думаю, что в 25-м году эту сумму будем удваивать. Очень большой положительный эффект, потому что немногие садоводческие товарищества имеют подъездную дорогу с твердым покрытием. Приходится кое-где добираться по грантовым дорогам. И вот эту ситуацию мы исправляем и будем дальше исправлять. И, конечно, вопросы газификации и догазификации садоводческих товариществ. Это решение принято президентом нашим Владимиром Владимировичем Путиным. И государственная компания «Газпром» реализует эту программу. Мы сейчас составляем реестр таких садоводческих товариществ, которые находятся в границах населенных пунктов. И при желании непосредственно самих садоводов, собственников домов, садоводческих товариществ, мы будем осуществлять догазификацию. Уже со следующего года приступаем к реализации этой программы. Ну, люди чувствуют эту поддержку и, естественно, надеются на то, что она не только на бумаге, а когда они видят, что это реализовано, это дорогого стоит. Спасибо. Подготовка к отопительному сезону – это тоже такой актуальный очень вопрос. В середине лета, потому что некачественная подготовка к отопительному сезону, она будет чревата коммунальными авариями зимой. График гидравлических испытаний, он всегда существует, он всегда работает, но все-таки не является стопроцентной гарантией от того, что не будет этих аварий. Сегодня, по вашему поручению, особое внимание направлено на Димитровград. В прошлом году тоже жители сталкивались с серьезными авариями, было не очень хорошо зимой. Что сделано, чтобы теплосети работали бесперебойно, минимально? Отопительный сезон, как только закончился, мы тут же начинаем готовиться к следующему отопительному сезону. Это и плановые ремонты, это и гидравлические испытания. Очень большое количество объектов мы в этом году будем переводить с твердого топлива на газ, с учетом того, что программа газификации и догазификации в нашем регионе довольно-таки активно работает, и ко многим населенным пунктам уже подведен газ, а в социальных объектах все еще в определенных местах отапливаются твердым топливом, дровами, углем. Поэтому 100 миллионов рублей бюджетом выделено денег на корпорацию развития коммунального комплекса. Их задача перевести котельные, которые на твердом топливе, на газовые котлы, там, где приведен газ. По Демитовграду 14 котельных мы передаем на обслуживание в корпорацию развития коммунального комплекса. Уже в этом году на ряде крупных знаковых объектов, ну, таких как котельная на территории завода Химаш, будет произведен капитальный ремонт. На следующий год мы планируем установить несколько современных модульных котельных мест, старых, которые уже давно исчерпали свой ресурс. То есть, приведем отопительную систему Демитовграда в ближайшее же время в такое качественное нормативное состояние. Продолжается подготовка к АТОП-сезону. На теплосетях Ульяновска выявлено 348 повреждений, 295 из которых устранены, 14 находятся в работе. В первую очередь ремонтируются участки, влияющие на подачу горячей воды. Запланирована перекладка более 7 километров трубопроводов. В работе 11 участков, на 5 из которых технологическая часть сетей завершена. Общая готовность городской инфраструктуры составляет 64,4%. Аграрии региона намолотили более 600 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур, свыше половины общего плана. Средняя урожайность достигла 30 центнеров с гектара. Идет уборка озимых пшеницы, ржи, ячменя, овса, чечевицы, гороха, а также овощей. Показатель сбора кормовых культур – 93,4% от плана многолетних и 86,8% однолетних трав. Этим летом на территории региона оздоровительная компания развернулась в 535 лагерях – загородных, пришкольных и палаточных. Только за первую смену они приняли более 30 тысяч детей. Оформить бесплатную путевку на госуслугах могли дети с ОВЗ, из многодетных, малообеспеченных семей, оставшихся без попечения родителей, из семей участников СВО. Также продолжает работу проект «Лето во дворах». В Ульяновске он охватил 40 площадок. В этом году 36 новых школьных автобусов поступят в распоряжение учебных организаций, 13 районов и областного центра. Всего за последние три года благодаря федеральному проекту закуплено 164 автобуса для перевозки детей. Прибытие нового школьного транспорта в регион ожидается до конца года. Автобусы будут развозить учащихся по вновь открытым маршрутам. В новом учебном году таковых организует 450. Итак, у нас два месяца школьных каникул позади. Алексей Юрьевич, с началом лета стартовала оздоровительная кампания наших детей. Безопасность, инфраструктура, досуг – это самые ключевые моменты. Как проходит кампания, потому что она еще не завершена? Кампания проходит хорошо. Уже 43 тысячи детишек отдохнули первых двух смен. Всего за этот летний период должно по планам нашим отдохнуть 54 тысячи детишек. Все идет планово. Организованы профильные смены по изучению иностранных языков, профподготовки, орляты России, движение первых, тематические такие смены. Всего порядка 38 тематических смен организовано. То есть дети не только отдыхают, они и приобретают какие-то новые навыки, углубляют свои познания, в том числе и в изучении иностранных языков. То есть лето проводят с пользой. Но это содержание. Но и материально-техническая база обновлена, да? У нас ремонты прошли. Да, мы довольно-таки сильно обновили материально-техническую базу. Это, конечно, и припекена новая мебель, и оборудование, в том числе, и для обучающих каких-то процессов. В пионер-лагере «Юность» мы ввели новый корпус, что позволит отдохнуть дополнительно 1 тысячи детей за летние месяцы. То есть работа подготовительная была довольно-таки большая. И сейчас дети как бы наслаждаются и пользуются тем, что было для них сделано и создано. Еще самый активный месяц впереди, август. Подготовка образовательных организаций и дополнительного образования, и школ к 1 сентября тоже выходит на первый план. Дело важное, очень ответственное. К 1 сентября мы успеваем обновлять все наши планы по капитальному ремонту, по другому ремонту? Конечно, ремонты ведутся напряженно, с учетом того, что на проведение работ всего отходится 3 месяца. Нам необходимо за летние каникулы довольно-таки много сделать. Поэтому приходится и лично выезжать, контролировать ход введения этих работ. Вот сегодня перед нашим эфиром я посетил вторую гимназию. Там ведутся масштабные работы. Каждую неделю туда заезжаю и контролирую, потому что изначально мне показалось, что податчик немножко затягивает и не успевает. Но при таком вот детальном подходе и контроле податчик начал исправляться. Я думаю, что 15 августа они работы должны завершить. Всего у нас 11 крупных объектов, 9 общей базовательной школы и 2 техникума. По состоянию на сегодняшний день мы ремонты успеваем. 1 сентября учащиеся пойдут в обновленные учебные заведения. Ну вот я по общественному контролю вас тоже поддержу, потому что вхожу в общественный совет как раз за капитальным ремонтом. Мы следим в школе имени Вера Васильевна Кашкадамова. И потому что там тоже были претензии сначала к подрядчикам, потому что сроки срывали и некачественный совершенно был ремонт. Но выправились сейчас. И это очень важно, чтобы вот такое и ручное управление, и контроль со стороны общественности, со стороны губернатора был действительно действенным. Ну, стройка это вообще процесс такой, который нужно постоянно контролировать, потому что у любого подрядчика, у любого состройщика у них цель увеличения максимального заработка из того подряда, который они на себя приняли. А наша задача контролировать, чтобы они все это делали и качественно, и в сроке. Поэтому уделяем этому особое внимание, и на это нацеливая нашему министерству строительного комплекса. У нас ведь не только обновления и строительные работы капитального ремонта или просто косметического, у нас еще и организация доп. образования, место получения досуга внешкольного. Да, в этом году дополнительно будет создано более 5000 новых мест дополнительного образования. Это и точки роста наши, это и кванториумы. Они очень популярны. Да, это и IT-кубы. Действительно, желающих записаться в тот же кванториум или в IT-куб намного больше, чем позволяет пропускная способность этих организаций для дополнительного вызывания. Поэтому дальше сеть будем расширять. Она действительно очень популярная. В этом году мы ремонтируем эти помещения. Как я уже сказал, 14 кванториумов, где 14 точек роста ведутся ремонтные работы, 3 кванториума и в одном IT-кубе. Яркие изображения современного центра детских научных инициатив пока что на бумаге. Задача полностью обновить классы химии, биологии, физики и информатики, дабы создать все условия для развития способностей молодых ученых. В настоящий момент 5 кабинетов уже отштукатурено, на последующие 6-й и рекреация. В настоящий момент завезено часть оборудования. Часть оборудования находится на этапе аукционных торгов. Привезли 3D-принтера, 3 фрезерных станка, 30 ноутбуков, 15 мескороскопов и два многофункциональных центра цветной и черно-белый, лазерный. Современные лазерные и нейротехнологии, беспилотная авиация, программирование, искусственный интеллект и 3D-моделирование – это лишь некоторые направления образовательной программы. Такие курсы для учеников – возможность не просто послушать лекцию, но и воплотить на практике свои идеи. Вот сейчас у нас подключен 3D-принтер, то есть как он работает. Здесь вот поставляется пластик вот в такой форме, то есть он как в катушке идет. Далее на компьютере нужно создать изображение, то есть которое потом с помощью нагрева производит, автоматически печать вот этот принтер делает. И, например, просто вот мы тестировали, вот такой кубик можно сделать из этой проволоки. Вот такой кубик печатать в 30 минут. Два-три занятия в неделю без вреда для учебно-воспитательного процесса. Обучаться в новых классах смогут не только ученики 24-й гимназии, но и близлежащих школ под руководством подготовленных педагогов. Реализация нацпроекта образования, то есть вместе с тем, что мы поставляем новое оборудование в течение лета до 1 сентября преподаватели, которые будут работать в рамках Кванториума, должны пройти курсы повышения квалификации. И здесь, в этой школе, уже данные курсы педагоги прошли. Своего рода профориентационная площадка начнет свою работу с 1 сентября. В этом году планируют открыть еще два инженерно-технических пространства. Одно из них в Димитровграде. В долгосрочной перспективе такие научные центры не только подготовят студентов к поступлению в колледжи и вузы, но и также создадут фундамент для формирования кадрового резерва страны, например, по инженерным направлениям. Когда есть точка роста, когда есть Кванториум и когда есть IT-клуб, совершенно другое настроение у преподавателей, у учеников. Да, и спорту уделяем особое внимание. У нас продолжается программа по ремонту спортивных залов в школах. В этом году 4 таких спортивных залов в районах школы. в Ульяновской области мы ремонтируем. Вот также вызывает очень хороший положительный эффект. Я считаю, что, конечно, мы должны максимальные условия создавать для того, чтобы дети могли заниматься физкультурой и спортом. Ну и здесь мы полностью укладываемся в те национальные проекты, которые заявлены президентом страны. Особое внимание антитеррористической защищенности образовательных учреждений. у нас действует трехгодичная программа. Что сделано? Трехгодичная программа, вы абсолютно правильно сказали, выделена из оригинального бюджета 370 миллионов рублей на эту программу. В первую очередь, это работы по закрытию территории школы заборами. Это и, значит, создание входных зон с специальными рамками, с металлоискателями. Это и подведение экстренной связи с структурами МВД, это тревожная точка. Это и оборудование, помещение для охраны. Вот это и видеонаблюдение. То есть, такой довольно-таки большой комплекс работ. И поэтапно, одну школу за другой, мы приводим на ближайшее состояние. И мы должны все сделать для того, чтобы наши дети были защищены, и чтобы родители, будучи на рабочих местах, чувствовали себя спокойно, здоровье своих детей. Вот я подчеркну еще раз, три года у нас в прошлом году работы проведены в 62 школах, в этом году 214 уже объектов. Ну, мы наращиваем темпы просто, да. И в следующем году программа будет завершена, там более 350. 25-й год, программа полностью завершается, и все школы у нас будут оборудованы. Ну, еще в вопрос безопасности, конечно, укладываются школьные автобусы, потому что дорога в школу, дорога к знаниям, особенно в сельской местности, обязательно должна быть безопасной. Что у нас со школьными автобусами? Буквально несколько дней назад дополнительно мы передали школам региона 36 школьных автобусов. Всего за последние три года школам было передано 164 школьных автобуса современных, оборудованных, комфортных для наших детей. В 25-й год это обновление также будет продолженным. Большое спасибо нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину. Он дает этому особое внимание. Действительно, школьный парк школьных автобусов мы очень серьезным образом обновились за последние несколько лет. Вчерашние школьники – это будущие абитуриенты. Прием документов в ВУЗы уже закончен. А абитуриенты ждут результаты конкурса, но все-таки подводить итоги рано. И тем более, это лишь первая волна вступительных испытаний. Очень важно знать, что в регионе выстраивается новая модель подготовки кадров. Скажите об этом. В первую очередь хочу повторить старый лозунг, лозунг первых пятилеток «Кадр решает все». Этот лозунг, я считаю, сейчас главный лозунг нашего времени, потому что действительно кадров не хватает. Все предприятия на подъеме расширяют свои производства. Не хватает инженеров катастрофическим образом. И в этом ключе, конечно, вопрос подготовки кадров, он выходит на первый уровень, является наиболее важным. И недаром президент нашей страны Владимир Владимирович Путин объявил новый национальный проект «Кадры». У нас в регионе ведется очень серьезная работа по раннему профориентированию. То есть ребята, будучи школьниками еще средних классов, уже подготавливаются к выбору своей будущей профессии. У нас создаются инженерные классы наших среднеобразовательных школу. В дальнейшем учащийся может выбрать по какому пути он пойдет, либо пойдет по пути среднего образования и по программам профессионалитета. У нас таких профессионалитетов уже несколько в регионе. Это и авиационный колледж, это и профессионалитет, который мы сейчас создаем совместно с УКВП радиоэлектроника. Это и колледж креативных технологий, это и сельхознаправление в Новоспарском районе, и мы планируем еще подобный профессионалитет реализовать. Это и машиностроение в Демитровграде, то есть на базе действующих техников создается максимально качественная среда для получения образования в той или иной отрасли. Это, конечно, и наши вузы, которых у нас несколько, и они ничем не уступают столичным вузам по качеству своего образования. По бюджетным местам существенная прибавка по бюджетным местам в этом году. На среднем образовании у нас 5073 бюджетных мест, это на 220 больше, чем в предыдущем году. Высшим учебным заведением выделено 4700 бюджетных мест, то есть, в принципе, очень хорошие такие стартовые позиции для того, чтобы ребята, молодежь могла получать качественное образование в регионе. Ну, хорошо, спасибо. На этой ноте мы и завершим сегодня нашу встречу. Алексей Юрьевич, мы вступаем в август, последний летний месяц. Что по-человечески, не по-губернаторски, а по-человечески ждете от него? От августа? Ну, что можно ожидать от августа? Конечно, хорошее впечатление от лета. Мы лето так долго ждем, и так быстро оно, к сожалению, завершается. Казалось бы, совсем недавно еще лежал снег, и думали, вот, побыстрее будет май месяц, когда Ульяновс действительно становится очень красивым. Такой в динамичной работе уже два месяца полетел, поэтому особое обращение хочу непосредственно, когда мы сегодня много говорили о детях, о наших школьниках, чтобы они набрались сил, существенно поправили свое здоровье и с хорошими, положительными эмоциями вошли в новый учебный год. Первый сентября не за горами, вот. Это молодежь, это наше будущее, поэтому отдохните в августе на всю катушку, наберите сил, вот. Но не забывайте о том, что необходимо не просто отдыхать и как бы бесцельно проводить время. Постарайтесь многое подчеркнуть, опять же, как я уже сказал, вот эти вот профессиональные смены в наших лагерях, подчеркните для себя, что новое, используйте время, используйте для себя. Спасибо большое за то, что пришли к нам сегодня в студию. Смотрите «Репортер 73». Увидимся. Спасибо. Спасибо.